Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok с такими командами. У нас убегает опять контратаку. В третьем периоде признаки жизни есть в атаке. Передача классная. И какой момент очередной. Все моменты просто забирает. Два профессора разыграли этот момент. Шикарный пас Никиты Ремезова. Замыкание является... Ну, хороший вратарь, что-то говорить. Здесь немного потерял шайбу, который на нем он свалился. У Поддубнова в первом периоде перекладина. А здесь уже Михаил Корнаухов спасает, но не фиксирует шайбу. А где? Пожар. Ну, вот не знаю. Не фартит как будто Германа Поддубнова. Еще один момент. У Химика добивание Корнаухов. Отскакивает шайба прямо во вратарской. Остается. Багалейш по ней не попадает. Контратвет. Химика прострел. Рикошет. Мог быть счет и 8-7. Мы уже про него говорим. Поддубные. Согласен. Да, со мной и забивают. Они все-таки забивают. Вот шикарно разыграно. Артем Осипов размочил все-таки Куликова. Единственное, что повторюсь, немножко поздновато. Но это гол и это уже хорошо. Порядовали полейщиков, которые приехали. Поддубный, Малашкевич, Осипов. Вот такая геометрия в этой атаке. Все прекрасно. И теперь уже точно без шансов для Куликова. Кислинка. Хорошо. Кислый. Хорошее взаимодействие. На прошлой передаче направо на Ремензова. Нет кислых сам. Теперь лучше назовем Поддубный. Поддубный входит в зону. Направо дает Осипов. И возвращал Осипов. И там мы посмотрим на Кимик. Такое расписание в дальнейшем. Мы сегодня еще посмотрим на второй полуфинал. Минус Лобинский металлург. Хозяева турнира против Болейщиков. С победой много мы говорили, да, о том, почему все-таки эта победа состоялась.